Ай, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛЕБА! Сегодня я пройду игру Побег Пацана на все концовки. От начала до конца. Все акты меня не остановить. Многие люди скажут, что это невозможно. Что сделать это нереально. Impossible, если говорить по-английски. Но я только смеюсь в лицо таким людям. Я почти уверен, что у меня точно все получится. Если вы верите в мои силы, ставьте лайк. И мы начинаем прохождение. Поехали! Помимо того, что мы пройдем все акты в этой игре, я еще и буду играть на самом трудном уровне сложности. А именно, на норме. Другого здесь нет. Поэтому будем играть на норме. Короче, всего одна попытка на побег. И начинаем мы с акта номер один. Мам, можно я схожу погулять? Побег из дома. Сначала я покажу тебе, знаешь что, мама? Свои двойки, да? Притворялся обезьяной на уроке. Как тебе такое, мама? Ладно, поехали. Что? Хорошо, что у меня есть запасной. В этом шкафчике. Вот так вот родители меня не остановят. Сюда. Она не должна меня больше нигде видеть. Она меня нигде больше не увидит. Я убегу из дома, потому что у меня неуравновешенные родители, которые не пускают меня гулять из-за каких-то там оценок, блин. Идет ко мне мама проверять меня. Давай. Я готов. Ну, это мама посимпатичнее, чем мама Галя, если честно. Если мама зайдет, надо, чтобы она подумала, что я занимаюсь. Окей. Нужно найти учебник по математике и положить его на стол. Не переживай, братан, я уже все сделал. Отлично. Этим мы и займемся. Я пойду что-то полезное в кладовке. Это... Только вот, чтобы туда попасть, нужно найти ключ. Не переживай, я знаю, где он лежит. Я уже проходил все эти акты. И хочу сказать, что я реально мощный. Берем землю. Мешок с землей. Берем землю. Мешок с землей. А почему он не берется? Может пригодиться. Подожди, я чуть не... Я чуть не спалился перед батей из-за мешка с землей. Кстати, прошу заметить, ребята, важный момент. Кажется, показалось. Кажется, батя обосралась. Короче. Посмотрите, насколько батя вырос. С первого момента, как мы его встретили, он неплохо так подрос. Хочу я вам сказать. Потому что, когда мы первый раз играли в эту игру, он был примерно вот такого роста. То есть, мы вот такого, а он вот такого. Это было очень странно. Но сейчас, походу, папа начал кушать растишку какую-то. Берем землю. А в смысле, не надо проверять сыночка. Сыночек очень занят. Все, ништяк. Я успел. Земля у меня в кармане. Это означает, что побег у нас в руках. Или как там сказать. Слушай, как так вышел, что у нас мама топ-модель? Офигеть. Как может этот мешок с землей помочь нам? Я не знаю. Попробуй его скушать, блин. Возможно, тебя отвезут на скорой помощи, и ты сможешь убежать там. Да, да. Я не понимаю. Как он узнал, что туалет забился? Папа ушел из комнаты. И я не понимаю. Я знаю, что у родителей где-то спрятан сейф. Нужно его найти. Ну, смотрите на него. Зачем он открывает еще эту дверь? Короче, я не знаю, как отец узнал, что забился унитаз. Он был в своей комнате. И потом такой говорит, унитаз забился. Возможно, у них какая-то ментальная связь с толчком. Я не знаю. Возможно, они очень близки. Отец и туалет. Здравствуйте, мистер котик. Мяу-мяу-мяу. Можно вас погладить? Смотрите, какой он милый. Ну, так себе, если честно. Так, ладно. Сейф здесь. Что это был за звук? Это был пук-пук. Не обращайте внимания. Молодой. Кстати, как у такого отца такая женщина? Я не понимаю. Посмотрите на него. Как? Ну, ладно. Он, конечно, рама 2 ван дамма. Возможно, она повелась на его шикарные усы. Я не знаю. Но он очень странно выглядит. Отвечаю. Ему кажется, показалось. Не переживай, братан. Я знаю, где его искать. Я предлагаю, ну, подраться с отцом. Кстати, вы заметили, а почему он такой красный? Почему наш отец такой красный здесь? Я не знаю. Я не знаю. Возможно, он очень любит баню. А, так. Нам нужен, короче, пароль от сейфа. И он здесь был. Да. Ого. Кажется, на этой бумажке кот от сейфа. Ого. Нифига себе. Только его невозможно разобрать. На кухне точно найдется то, чем можно процедить бумагу. Мама постоянно находится на кухне. Как бы ее отвлечь? Окей, братан, смотри сюда. Мы берем вот этот, вот этот цветок, роняем на пол и говорим, что это сделал кот. По-моему, план идеальный. Опять этот кот уронил мой любимый цветок. Ну да, конечно, это был кот. Это был не я. Теперь можно обыскать кухню. Супер. Сейчас ждем только, когда мама выйдет. Блин, посмотрите на ее походку. Такое ощущение, как будто бы именно в модельном агентстве ее научили так ходить. Так, вроде мама ушла, теперь можно идти на кухню. Погнали. Здесь есть лимончик, он нам явно пригодится. Дело сделано. Кот убит и закопан, блин. В той же земле, которую мы рассыпали. Окей. Молодец, чувак. Мы поняли, что ты знаешь, ну, пароль, ты видишь ориентир. Возможно, ты даже Вера Брежнева, я не знаю. Кто понял шутку? Ставьте лайк. О, ништяк. Ну, наконец-то ты починил. Блин, наконец-то ты починил. У меня есть ключ. Наконец-то я могу сбежать. Наконец-то. Это любимое слово в этой игре о персонаже. Так, ну, слушайте, я предлагаю сделать только одно. Ну, пойти и сбежать нафиг отсюда. Все, ништяк. Погнали. Боже, да чего же изи-катка? И это был первый акт, который я прошел с первого раза. А вы в меня не верили? Хейтеры. Предлагаю уйти во второй акт. Этот акт называется школой. И он очень сложный. Но меня не остановишь. Мы продолжаем играть на самом сложном уровне сложности. Не вижу смысла больше оттягивать. Я надеюсь, вы уже поставили лайк. Поехали. Училка заперла меня здесь. Училка заперла меня здесь. Блин, авторы этой игры. Авторы этой игры. Если хотите качественную озвучку, напишите мне. Я озвучу вашего скуллбоя. Или папу там вашего местного. Вообще без проблем. Серьезно, просто напишите мне. Я еще Олюкекс возьму. Она может маму озвучить, если хотите. Вообще без проблем. Ну, вот этот... А и звук, это, конечно, что-то с чем-то. Я робот-дергун. Люблю дергать. О, боже, наскольку. Поднимаемся. Ну, ладно, не буду тебе мешать. Блин, я не знаю почему, но она очень смешная. Очень смешная. Но надо придумать, как отвлечь вахтера. Братан, не переживай, мы сейчас все придумаем. У меня все на мази. Смотри сюда вниматочно. Вот, видишь? Говори сюда. Внимание. Вахтер вызывается в кабинет директора. Кстати, у меня вопрос. Знаете, какой? Кажется, пора уходить. У меня вопрос. Мне нужно найти что-то, пока вахтер не вернулся. А подожди ты. А как этот скулбой местный заговорил женским голосом директора? Походу, он очень талантливый пародист. Я не знаю. Ну, походу, похоже на правду. Так, насколько я помню, нам сюда за лобом нужно было прийти, да? Пора проведать этого сыночка. Опять она. Нужно быстро вернуть обратно через вентиляцию. Бро, я этим и занимаюсь. Сынок занимается. Не буду ему мешать. Так, я надеюсь, я успею? Сейчас мы это все узнаем, блин. Так, сюда. Оп. Есть, я успел. Слушай, предлагаю учительницу вырубить лобом. И просто забрать у нее ключи. По-моему, план идеальный. Если этот чел вахтер будет выпендриваться, можно и его вырубить. Поэтому не проблема. Слушай, у меня вопрос. А где твоя шея? Где ваша шея? В этой училке есть шкафчик, который я могу открыть раздадерам. Но как ее отвлечь? Так, как отвлечь училку? Я не знаю, чувак. Как отвлечь училку? Я забыл. А, я вспомнил. Нужно просто разбить вот этот ваза, да? Да, горшок. Ваза-горшок. Это что за звук? Это моя любимая ваза. Получилось? Надеюсь, я смогу найти что-то полезное в кабинете учителя. Слушай, я тоже надеюсь, что она меня сейчас не спалит. Я вот здесь вот в дырочку посмотрю. Надеюсь, она меня не увидит, да? Ну, тут главное тайминг, правильно. Вон, она идет. Все еще идет. Все еще идет. Ага, а куда она исчезла? Лоу. Ладно, мне сюда, да? В ее кабинет. Ништяк. Я что-то слышала в своем кабинете. Тебе пошлышала? Ой-ой, пора уходить. Ой-ой. Гаечный ключ может потом пригодиться. Хорошо, потом так потом. Надеюсь, там будет что-то полезное. Так, а она, если меня здесь увидит, то мне кранты? Не знаю, лучше спрячусь. Не буду искушать судьбу. Что тут у нас? Один, два, три, четыре, пять. Видите, в школу я все-таки ходил. По крайней мере, в начальные классы считать научился. Так, дальше нам куда? Я что-то забыл. А, нам нужно обратно к вахтеру. Окей, погнали к вахтеру через туннель. Ставьте лайк, если у вас в школе тоже есть такие туннели, через которые можно вот так прокрадываться в разные кабинеты. Блин, я всю школу мечтал о таких туннелях. Но у нас была только такая канализация, поэтому... О! Вот оно! Это ключ от сейфа директора. Чисто лоу, отвечаю. Как же мне выманить вахтера из кабинета директора? Мне так... Надо найти что-то, что может мне помочь. Меня забавляет тот факт, что в этой игре ты берешь одним ключом, открываешь шкафчик, чтобы взять другой ключ, чтобы потом... Ну, вы поняли, да. Это по кругу. Так бесконечно происходит. Так, мне надо идти сюда, за другим ключом, да? Наверняка я смогу отвлечь вахтера с помощью этого, но как? Каком кверху, братан. Где можно использовать гаечный ключ? Где-то здесь можно использовать гаечный ключ. Но почему-то нет. Идемте тогда в женский туалет. Возможно, там мы можем. Что это за звук? Пора уматывать. Да, я уже умотал. Отлично, я отвлек вахтера. Отлично, ништяк. Осталось открыть сейф в кабинете директора. Вообще кайф. По сути, мы почти прошли уже этот акт. Ё-моё. Так, всё. Наконец-то он дошёл до туалета. Можно идти в кабинет директора. И открыть там сейф, чтобы забрать ключ. Мы используем ключ, чтобы забрать ключ. Есть. Я уже чувствую вкус свободы. А я чувствую, знаешь, какой вкус? Пора бежать. Горечи, блин, поражения. Есть! Ещё один акт позади. Если я не профессионал в скулбое, то кто тогда, ребята? Кто тогда? И последний акт, но не последний по назначению. Третий акт. Дерёвня. Где мы будем убегать от маньяка. И будем играть, конечно же, ну, на норме, да? Потому что мы нормальные ребята. Поехали. Это же был всего лишь безобидный пранк. Да. Пранк был. Глупый подросток. Глупый подросток. Вот, например, я могу маньяка озвучить, да? Авторы игры. Напишите мне. Нужно срочно сбежать отсюда. Не переживай, сейчас всё сделаю. Может, я смогу выбраться наружу, отпилив это окно? Ну как? Может быть. Блин, ящик закрыт. Блин, ящик вонючий. Возможно, в ящике лежит ножовка. Нам нужно вернуться. Все, я вернулся. То есть, его будет ключ, скорее всего, у этого деда. Боже, у этого скулбое словесный понос, отвечаю. Мне нужно вернуться обратно. Все, я вернулся скулбой. Не ссы, не писайся в штаны, главное. Где там? Ах, ты глупый подросток. Здравствуйте. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще долго сидеть. Как же мне выманить этого рыбака, чтобы обыскать его комнату? Так, как же нам его выманить? Да все очень просто. Идем в ванную комнату. Я думаю, там у нас все получится, братан. Поехали. Все, он зашел в свою комнату. Идемте в ванную комнату. Откручиваем кран. Так как здесь очень... Нужно спрятаться в кладовке. Я спрятаюсь в кладовке, не переживаю. Так как здесь очень тупой, ну, маньяк-рыбак. Почему вода сечет сама по себе? Потому что открутили кран, баран. Когда он в ванной, у меня есть время. То есть чувак, вместо того, чтобы закрутить кран обратно, он такой, типа, блин, что случилось? Что-то мне подсказывает сердце, что этот чувак не моется. Кстати, смотрите, вот это приятно. Вот это приятно, блин. Вот это Клайф вообще. Хоп, сюда. Ну, пойди, сходи уже. Что же мне делать с леской? Что же делать с леской? Вот, кстати, я бы никогда в жизни не догадался, что ее нужно опускать в унитаз. Если бы не заметил, что на конце лески находится крючок, который можно использовать как раз-таки по назначению, да? Хоп. Ну, теперь вообще супер-класс, блин. Конечно, получилось. Мы очень опытные игроки, поэтому у нас все получается. Но на всякий случай я спрячусь в подвале, чтобы не попасть в какое-то неприятное положение. Что там, он уже взошел в свою комнату? Да. Идемте открывать вот этот ящик. Есть. Можно выбираться наружу? Погнали наружу. Надеюсь, у меня хватит цветка. О, черт, он идет меня проверять. Возвращаемся обратно. Ё-моё, вот это пранк от маньяка. Ну, все нормально. Я не расстрялся и чуть не обосрался и вернулся вовремя. Где же маньяк? А где же ты, маньяк? А вот и ты, дурак. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще долго сидеть. Надо посмотреть, что у этого деда на заднем дворе. Что у этого деда на заднем дворе? Ну, хочу сказать, что выражение лица у этого рыбака примерно такое, как будто бы ему пукнули под нос. Довольно-таки недовольное. Погнали на задний двор. Здесь нужно покормить свинок, а еще нам нужно забрать вот этот рубильник. Отлично. Добрый вечер, свинки. Это я им сказал привет на свиньям. Не спрашивайте, откуда я знаю. Мне кажется, в этом гноме что-то есть. Нужно только найти способ его разбить. В этом гноме точно что-то есть. Не знал, что у этого старика есть какой-то фетиш на гномов садовых. Ну, ладно. Приятного печи-то, свинки. А я возьму это. Ништяк. Бам! Теперь я смогу разбить гнома. Что за звук с улицы? Ой-ой, как бы не спалит. Отлично. Отлично. У меня получилось сбежать от маньяка и при этом достав ключ, да? Откуда? Я забыл. А, от сарая. Соответственно, нам прямо сейчас нужно будет вернуться обратно на улицу. Но я, как понимаю, ко мне должен зайти маньяк. Но это не точно. Что-то он не спешит в гости. Походу, не придет. Ладно, идемте в сарай. Нам сюда. Открываю. Тут слишком темно. Очень темно. Я ничего не вижу. Блин, это проблема. Но... Нужно найти способ включить свет в сарае. Не переживай. У меня есть такой способ. Дело в том, что я механик. Слесарь, механик, электрик. Поехали. Я что-то слышал или опять слух подвел? Это опять слух подвел. Если что, я здесь прячусь. В своем сортире. Кажется, он идет к нам. Только ничего не говорите. Не говорите ему, что я нашел рубильник и включил электричество. Странно, что он вообще ничего не замечает, этот маньяк. Это очень тупой маньяк. Возможно, он тоже был двоечником. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще долго сидеть? Надеюсь, я уже близко. А сколько именно мне здесь долго сидеть? Понимаешь, когда ты говоришь долго сидеть, это тоже есть какое-то ограничение. Ты хоть сказал бы, блин. Например, там, день. Да, это долго. День. Это долго. А два дня это вообще капец как долго. Но он не сказал, ты будешь здесь капец как долго сидеть. Короче, непонятный маньяк. Ну ладно, нам нужно все равно взять вот эта штучка-дрючка. Есть. Теперь я смогу слежить цепь и убежать. От старика не спрячется. Да-да-да, конечно, не спрячется. Сейчас посмотрим, братан. Иди сюда. Ха-ха-ха. Убегаем от него. Убегаем. Слушай, я прогуливал все уроки, кроме физры. У тебя нет шансов. Я точно убегу. Сюда. Есть. Изи катка. Есть. Прошел. Три главы, как не бывало. А вы не верили. Ребят, ставьте лайк, если вы просто в шоке от моего мастерства. Спасибо всем за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока.